Лига КВН Алтай Алексей Никулиным, редактором официальной Лиги КВН Алтай Алексей, здравствуй! Привет! Сколько команд уже зарегистрировалось для участия в фестивале? Откуда ребята? На данный момент, игра будет 2 марта проходить, фестиваль На данный момент, по моей информации, 25 команд примерно, плюс-минус Сколько будет участвовать, сколько доедет, поскольку по объективным причинам Иногда команды из других, например, городов могут не приехать Но заявились из Барнаула, из близлежащих городов, из Заринска, по-моему, есть команда Есть из Новосибирска Будем надеяться, что кто-нибудь приедет по традиции из Кемерово и из Казахстана Пройдут не все, может быть Да, суровая игра Какие шутки сейчас, что называется, в тренде? Насчет, не знаю, политической ситуации в стране ребята шутят Слушайте, ну, есть такой момент, сейчас идет такая тенденция в КВН, что команда, которая выходит и начинает шутить У них, ну, не должна и не обязана, но приветствуется какая-то концепция То есть, команда говорит какие-то шутки, и эти же шутки не может сказать другая команда Леш, я однажды сидела в жюри, с тех пор меня не зовут Когда мне дали слово, я сказала, что мне не смешно КВН вообще смешно сейчас? Или мне, может быть, показалось, или просто я юмора не понимаю? КВН смешной всегда Он всегда разный просто И восприятие, ну, если, опять же, говорим про членов жюри То, ну, как бы то ни было, это же субъективное всегда Суждение человека того или иного Вам показалось, что это не смешно А кто-то, например, животик надорвал Ну да, зал рвал животы Значит, объективное что-то у вас чувство мило Дима, да А вообще, какая ситуация сейчас у нас с КВН в регионе? Насколько наши ребята конкурентоспособные? Да, наши команды ездят Они участвуют в разных совершенно лигах И вот, например, после КВН Алтай Они могут поехать в центральную или межрегиональную лигу Которых рядом с нами по регионам тоже находится несколько И он всегда... Здесь такой момент, что если команда работает Если команда хочет добиваться каких-то результатов Она всегда будет конкурентоспособной То есть здесь момент желания самих людей Которые играют, соответственно, в КВН Ну, я все же думаю, что не все так радужно Как в любой сфере И у КВН есть какие-то свои проблемы Ребята мне рассказывали Не хватает денег Ну, бывают и такие случаи Так, это больной вопрос, на который ты не очень хочешь говорить Ну, не в этом дело Просто нам, естественно, помогает администрация Алтайского края Естественно, у нас финансируется команда, которая становится чемпионом лиги Мы отправляем ее за счет лиги на сочинский фестиваль ежегодный И, соответственно, там она должна уже показать Чего они добились за это время Чего они наиграли И вот выжимку, наверное, из того лучшего, что они показывали Продемонстрировать И, опять же, если команда ездит куда-то дальше Проходит, получает рейтинг Либо ее приглашают в какую-то лигу статусом повыше То, естественно, проблема финансирования Ну, это элементарно приехать, элементарно где-то заселиться Элементарно какие-то организационные расходы Вернемся к фестивалю Сколько планируется игр всего И когда мы узнаем, кто же победитель И поедет, собственно, в Сочи, ты уже сказал, да? Слушайте, ну, даты, они обычно меняются Будут после фестиваля начинаются четвертьфинальные стадии Потом полуфиналы Два полуфинала и финал, соответственно Четыре-пять игр? Пять игр Пять игр будет минимум Ну, все зависит от количества команд, прошедших второго числа Ну, спасибо за эту сдержанную беседу Мы же занимаемся серьезным делом Серьезным делом занимаемся Спасибо, что пришел к нам на интервью Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин